Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько. Это Финам-ФМ и ежедневная интерактивная программа «Реальное время», в которой мы с вами встречаемся с интересными гостями, обсуждаем актуальные важные темы. Сегодняшний день не исключение. Гость, который ко мне сюда пришел в студию прямого эфира, не нуждается в специальном представлении, но я напомню, да, это Юрий Болдарев, один из основателей политической партии «Яблоко», экс-начально-контрольного управления администрации президента. Я думаю, и это можно продолжать до бесконечности. Юрий Ратвий, добрый вечер. Здравствуйте, он должен говорить. Такое представление требует у меня решительно и сразу отмежеваться. «Яблоко» не имею никакого отношения с 95-го года. То есть уже очень и очень давно. Очень давно, да. Есть сожаления по этому поводу? Ни малейших. Какие могут быть сожаления? Это вызвано расхождениями политическими? Вы меня пригласили, но вы не знаете. Нет. Я хочу просто, чтобы и вы мне напомнили. Слава Богу, я это давно описал подробно. Значит, есть такая книга, в интернете она пиратски выложена, называется «Похищение Евразии». В 2003 году еще была издана. Там была очень подробно мной описана история попыток Запада, то есть глобального потребителя природных ресурсов. Взять все наши природные ресурсы под свой контроль оптом. По той схеме, которая без обидно называлась соглашение разделя продукции. В Думе тогда никто не понял даже о чем речь. Большинство даже не прочитало этот закон. Подумаешь, то ли пчеловоды, то ли там делить какое-то мясо будет. А я был тогда членом Совета Федерации, и мне пришлось из Совета Федерации сыграть, наверное, одну из ключевых ролей в борьбе против того, что лоббировала моя же партия «Яблоко» в Думе. До этого у нас был конфликт по другому не менее важному вопросу о судьбе нашей финансово-экономической системы. Мы столкнулись в незаконе от Центробанка, который шел весной 1995 года. А летом осенью 1995 года я стал сопредставителем Согласительной комиссии от Совета Федерации по закону об СРП. Точнее, еще раз скажу правильно, назвать по закону о судьбе наших природных ресурсов. И возможность или невозможность передать их, сдать их навсегда оптам, глобальному потребителю этих природных ресурсов. Вот, вынужден был выйти из своей тогда партии, схлестнуться с ней очень жестко. То есть это точка невозврата была? Это абсолютная точка невозврата, потому что это не по мелким, не по частным, не по тактическим вопросам, а по вопросу о том, что для тебя есть твоя родина, и ты за свою родину или за чужую. — Скажите тогда, вот получилось захватить то богатство России тем силам, которые в 90-е годы это пытались сделать? И следом я задам несколько еще новодейших вопросов. — Уважаемый тезка, мы с вами первый раз сталкиваемся, да? Вот, я понимаю просто, что вы живете какой-то другой жизнью. Я первый раз нахожусь на радиостанции, где люди, которые меня приглашают, не знают об этом. Но вы ни в чем не в над, просто вы наверняка знаете о чем-то другом много больше, чем я, да? Так получилось, что у нас было три, вот за последнюю нашу историю, три глобальных операции по попытке глобального в мире потребителя природных ресурсов взять наши полезные ископаемые, наши недра оптом под свой контроль. Первое — это 94-й, примерно 97-й годы растянутого времени, это попытка сделать это через механизм соглашения о разделе продукции. Попытка была отбита благодаря тому первому выборному Совету Федерации, который был настоящий. Вот в 93-м, 95-м годах он действовал. Ну и потом Левая Дума, которая сначала, тогда была Левая Дума, сначала пропустила, не заметила, потом спохватилась и стала нашим союзником. Удалось тогда эту попытку отбить. Вторая попытка, 97-й год, Европейская энергетическая хартия. Тоже доступ, по существу, взятие под контроль чужих природных ресурсов, как своих. Я работал тогда в счетной палате, мы давали отрицательное заключение на эту хартию. И тогдашняя Левая Дума отстояла жестко, что она не будет ратифицировать Европейскую энергетическую хартию. И нынешняя власть в лице Путина только где-то в 2003 году уже кончательно тоже заявила, что это не в наших интересах, мы этого делать не будем. К сожалению, должен сказать, что сейчас, вот буквально в этом году, в прошлом, в этом, что на третья попытка, и она в значительной степени осуществлена. В чем она заключается? Я поясню. Сейчас просто некому противостоять. Это через механизм ВТО. Значит, в чем некоторые вот вещи, которые большинство просто не знает, не видит и не понимает? Когда нам говорят о присоединении к ВТО, нам говорят о каких-то полупроцент туда-сюда, максимум 5%, 15% пошлины. Но не говорят о более фундаментальных вещах. Более фундаментальные вещи следующие. Ну, как вы знаете, на две трети мы с вами сейчас живем за счет продажи за рубеж невозгонавляемых природных ресурсов. Но самое главное, даже не те деньги, за счет которых мы живем. Это, условно можно сказать, прибыльная доля нефти и газа. Дело в том, что по технико-экономическим основаниям целого ряда проектов о добыче нефти и газа, для того, чтобы добыть 10 тонн нефти, надо стоимость 9 тонн нефти направить в затраты на оборудование, услуги, на технологическое оборудование, на технологии. Это особенность России? Это в большей степени особенность России, чем, скажем, в Саудовской Аравии. У нас дороже нефти и газ. Или Ирак, или Ливия. США ближе, Норвегия еще ближе. У нас тяжелая нефть, тяжелый газ. Но я еще раз хочу, чтобы ваши слушатели, которые связаны с финансами, с бизнесом, чтобы они представляли себе прибыльные нефти и газ, за счет которых мы живем. Они для нас очень важны. Но еще важнее другая часть, о которой мы ничего не знаем. Затратная. И ключевой вопрос для развития или неразвития России звучит совсем просто. Вот эта затратная часть, она куда идет? На компенсацию затрат, которые идут как зарплаты нашим рабочим, нашим инженерам, на закупки нашего оборудования, наших технологий и так далее. Или все это идет на закупки корейского, японского, американского, немецкого, прочего прекрасного, но не дающего нам механизмов развития. Так вот, в законе о соглашении разделе продукции, тогда в согласительной комиссии нам удалось добиться определенных барьеров. И позже была, думаю, внесена норма о том, что не менее 70% оборудования и услуг для СРП должно поставляться российскими производителями товаров и услуг. Так вот, позже в закон внесли норму, что после вступления в ВТО, вот эта протекция перестает действовать. Поясню, ничего не изменилось? Нет такого, что до августа нынешнего года шла лавина заказов на оборудование и услуги нам, а теперь эта лавина пойдет им? Нет. До августа этого года никакая лавина заказов не шла, потому что они выжидали. Зная, что у нас есть вот эта норма, что начиная там с какого-нибудь года, когда России в виде подачки, наконец, разрешат взойти на этот Титаник, ВТО. И после этого, как известно, транспортальные корпорации, нефтегазосервисные, добывающие, идут совместно со своими производителями оборудования и услуг. Вот теперь дорога открыта. Если по каким-то причинам, может быть, какой-то инстинкт выживания проснется, может быть, смерть Каддафи к чему-то там вот, к какому-то повороту мозгов приведет. Это Путина и его команда? Да, да. Если по каким-то субъективным причинам они сейчас не включат этот процесс, то это не благодаря тому, что есть институциональные, законодательные и прочие объективные препятствия. Вот объективных препятствий сдачи страны оптом больше нет. С момента вступления ВТО прекратила действие эта норма протекции, теперь можно на 30-50 лет заключать соглашение о разливе продукции, по которому России вообще ничего не достанется. Достанется там условно где-нибудь половина прибыльной нефти. А как я говорил, по тяжелому месторождению там 10% всей нефти прибыльной. Остальное... Ильич, может быть, вы преувеличиваете? Потому что тогда возникает вопрос. Либо у нынешних власть-предержащих есть интерес, либо они страдают слабоумием. — Хороший вопрос. Значит, смотрите, ведь я не сказал сейчас ничего о том, хорошие, они плохие или что-то. Я даже сказал, что... — Заметьте, я тоже об этом не спросил. — Да. Я даже сказал так, что если вот эта лавина массированной сдачи наших природных ресурсов оптом сейчас не пойдет, раньше она не шла, потому что были препятствия, выстроенные еще нами в 95-м году, еще первым Советом Федерации, вместо Дашней Думы. — Вот сейчас эти барьеры, эти бастионы сломлены. Вступлением в ИТО они сломлены. — Да. Теперь все в руках нашей исполнительной власти. Захочет завтра же, по всем ключевым месторождениям, заключит сколь угодно кабальной и сложной разлипродукции, по которым ни копейки может не пойти российским предприятиям двойного назначения. Тем самым, которое делают одновременно и танкеры, и боровые платформы, и подводные лодки, и могут делать авианосцы. — Тем самым, которые могут делать и газоперекачивающие насосы, и они же авиационные ракетные двигатели. — А вы считаете, потенциал есть такой? — Вы же экономическую передачу ведете. — Я слышал мнение экспертов о том, что, например, шельфовое месторождение Арктики невозможно освоение без иностранных компаний. Просто технологически невозможно. Вот на вашем месте сидели эксперты также, которые мне об этом говорили. — Вы знаете, я вчера принимал участие в заседании такого конституционного клуба. Там было три доклада, один из них был мой. Но перед моим докладом, посвященным вопросом, конституционным аспектом защиты суверенитета государства, был доклад об экономических основах вообще экономической деятельности в России. — Прошу прощения, давайте мы подробно об этом поговорим сразу после краткого выпуска новостей. Да мы сейчас на него уйдем. И напомню, здесь Юрий Болдырев, 651099, 6, код Москвы, 495, финам.фм. Это наше средство коммуникации. Звоните, пишите. — 19 часов 18 минут. Реальное время финам.фм. Сегодня у меня в гостях мой тезка Юрий Болдырев на 651099, 6, код Москвы, 495. Вы можете звонить на финам.фм, вы можете писать. Там же идет и прямая веб-трансляция. Так вот, о заседании вчерашнем и докладах. — Да, но отвечаю-то на другой ваш вопрос, касающийся того, что для разработки шельфа нет денег. — Нет технологий. — Технологий, денег — это почти одно и то же. Так вот, мой-то доклад был священ другому, а для меня был доклад об экономической основе, о конституционной основе экономической деятельности в России. И я бы нужно было, как я сказал, забрести на чужую территорию, высказать ряд своих позиций по чужой теме. Ну, естественно, в рамках дискуссий. А дело в том, что что есть вообще экономической деятельности? Что такое экономика? И для чего государство? Государство для того, чтобы обеспечить суверенитет субъекта экономической деятельности, чтобы каждый имел возможность извлекать прибыль, с чего хочет? Или все наоборот. У государства и общества должны быть какие-то социальные и стратегические цели, а экономика — инструмент достижения этих целей и обеспечения интересов сообщества. Другой подход. И тогда возникает вопрос, а что такое экономическая деятельность в России вообще? Это созидание, создание новой добавленной стоимости. — А разве нет? Или это распродажа природных ресурсов, невозобновляемых? — Я голосую за первое. — Вы голосуете за первое. Но экономическое устройство России, вытекающее как из Конституции, так и из действующих законов, определяет, что они как бы на равных. А дешевле, проще, выгоднее — второе, а не первое. Значит, в любой корпорации есть баланс. В корпорации невозможно взять, продать станок за бутылку и записать, что вы получили доход бутылка. Вы потеряли станок, вы не получите прибыли, у вас на балансе станка больше нет. А в России можно. В России можно распродавать невозобновляемые бесценные, делать вид, что мы получаем доход. Значит, и с этим вопрос. А надо ли вообще срочно, при отсутствии этих технологий, осваивать шельф? Вопрос кажется кощунственным. Как же? Развитие, развитие. Я говорю, стоп. Смотрите. Известно. Ну, вот эта цифра приводилась многими экономистами, что Европа сейчас раз приняла решение и разом напечатала денег больше, чем Россия получила за десятилетие за экспорт нефти и газа в Европу. Известно это. Триллион евро. Да, решение ЕЦБ. Так, и это все триллион евро. Во-первых, можно говорить о том, что мы этот триллион евро проели, проедаем, кормим на него американский, европейскую экономику, держим деньги там. Это то, про что все говорят. Я обращу ваше внимание еще на другое. Помните о прямом цифре? Что при добыче одной тонны нефти, вы в затраты должны. Девять поставить. Точнее, при добыче десяти тонн нефти, только одну грубую вы получите как прибыльную, а девять вы должны в затраты. И эти затраты без всякого механизма СРП, пока по нашей лицензионной схеме, точно так же через все лукоилы, газпромы и так далее идут на заказы американской, европейской, японской, корейской оборудовании. Американским, японским, корейским инженерам. Но не нашим. Так вот, если говорить о том, что мы потеряли за этот период для развития, мы потеряли не этот триллион бездарно проеденный или вложенный в американскую оборонку дробь на подалку. Понятно, о чем я говорю? Мы проели, даже если не на десять умножать, то как минимум в пять раз можете умножать больше. Суммы в пять раз большие мы могли и должны были направить на заказы своему производству, российскому производству, своим предприятиям двойного назначения, на свою высшую школу, инженерную школу, математическую, физическую и прочее, прочее. И кто-то мне скажет, нам за эти десять лет не хватило бы пяти-семи триллионов евро для того, чтобы поднять все необходимые технологии, для того, чтобы, если надо, и шельф завтра разрабатывать. Но этого не произошло. Этого не произошло. Но я обращаю ваше внимание, что ведь ничего не изменилось ни в механизме власти, ни в личностях во власти, ни в идеологии мировоззрения власти. Да вы хоть десять триллионов им сейчас дайте. Они точно так же их, извините, проедят и проедят. Ильич, так а в чем причина-то тогда? Чего? Вот этого процесса. Я возвращаюсь к своему вопросу. Либо умысел, либо слабоумие. Либо то и другое одновременно. Вот я был активным участником компании, под условное название СтопВТО. Я пытался на все площадки, где мог, объяснить людям, почему нельзя, недопустимо ратифицировать эти соглашения по ВТО. Поехали. После этого массово ко мне обращаются с вопросом, ну а где же выгодоприобретатели? Вот кто получил выигрыш от вступления России в ВТО? Металлурги, продавцы удобрений. Вот где выгоды? Знаете, все днем с огнем бегают и ищут выгодоприобретателей и не могут найти. Ну может быть времени еще мало прошло? Нет, дело не в этом. Я еще на этапе подготовки к подписанию, затем ратификации соглашения говорил однозначно. Чисто экономических выгодоприобретателей на основе легальной экономики вы не найдете. Потому что очевидные потери России от вступления в эту игру не по нашим правилам, придуманных не для нас и в значительной степени изначально еще даже против нас. Надо историю просто хорошо знать. Это правила, которые создавались недвусмысленно против нас. Так вот, экономические издержки от этого, они очевидны. Никто не спрашивает, кто понесет убытки. Все уже известно. А плюсы, я считаю, можно найти только среди тех, кто может получить свои серебряники за предательство. Никаких иных более легальных... Пафосно и громко звучит. Нет, подождите, но вы же меня спросили. Вот смотрите, я же не стоял у ваших дверей, не стучался в вашу дверь и говорил, хочу выйти на вашу радио и сказать, что все кругом предатели. Нет, я пришел мирно и дружно рассказываю вам о том, о чем у меня спрашивают. Но вы меня спрашиваете, где выгодоприобретатели? Отвечаю. Не утверждаю, что там наверху сидят предатели. Зачем так утверждают? Я утверждаю иное. Нигде, кроме как там, где выдают серебряники за предательство, истинных выгодоприобретателей при цене России к ВТО вы не найдете. Вот это я утверждаю однозначно. Ну, то есть власти России сдали страну? Ну, делайте выводы сами. Но вы при этом оговариваетесь, что у исполнительной власти есть возможность притормозить этот процесс? Или изменить его? Или нивелировать негативные последствия? Не знаю, давайте наблюдать. Давайте наблюдать. Дело в том, что многие удивлялись, почему соглашения раздела продукции вот этот период с 95-го седьмого года по 2012-й активно не развивались. Известно почему. Потому что стоял целый ряд барьеров, в том числе барьер, связывающий недропользователей зарубежных обязанностям вкладываться в развитие в России. Делать заказы хоть нашему российскому, хоть британскому, пожалуйста, Роллс-Ройс придет построить свой завод по производству газоперекачивающих насосов, но это все равно будет вложение в развитие России. Не хотели, не хотят, не собирались и не собираются. Вот теперь ворота распахнуты. Значит, как пойдет дальше, посмотрим. Значит, я утверждаю, что опасность колоссальна. Опасность заключается в том, что можно легально, не как положено по вот этой классической схеме лицензион, на 3, 5, 7 лет с последующим пролонгированием, если соблюдать все условия, а сразу на 30-50 лет заключить соглашение, в которых потом ни одной запятой исправить следующее поколение уже не сможет, и при этом никаких обязательств по развитию России, строго говоря, у глобального потребителя наших ресурсов не будет. Опасность колоссальна. Как воспринимаете мега-сделку, о которой все сейчас говорят, это превращение Роснефти в нечто большее, чем просто нефтяная компания, взаимоотношения с БП, сделка ПТНК, БП. Это экономический процесс, это бизнес-процесс, или там вот в том числе есть те вещи, о которых вы говорите? Если бы... То есть это конкретный пример. Если бы мы с вами не знали, что уже утверждена программа приватизации, по которой Роснефть в ближайшее время станет полностью частной компанией, можно было бы искать здесь какие бы то ни было выгоды и интересы для России. Но у нас с вами нет ни малейших оснований предполагать, что Роснефть собираются приватизировать по какой-то специальной схеме, при которой у России останутся золотые акции, механизмы контроля и так далее. А если ее собираются сделать обычной глобальной транссоциальной корпорацией, да при том, что у нас в принципе все и до сих пор, даже то, что считается российской, зарегистрированной в офшорах, и с точки зрения даже налогового блажения к России вообще никакого отношения не имеет, то какое мне дело до сделки между Эксоном и БП? Вот точно такое же дело мне до сделки между Роснефтью и БП. Вы против частного бизнеса? Я? Знаете, вот мне довелось быть доверенным лицом одного из кандидатов в президенты на этой избирательной кампании. Вот последний, да? Да. И там был такой простой лозунг, но он простой для простых людей, как бы национализация крупного, стратегического, стратегического и так далее. Так вот я, кого вы сейчас обвинили или под вопрос поставили, что он против частного бизнеса, да? Под вопрос поставили. За две вопросы, да. Я как раз на беседе с тем же Шаймеевым на Первом канале. В сети, кстати, есть выложена эта запись. Вынужден был объяснять, что это лозунг, потому что долго лозунг из 25 слов не может быть. Это правда. Но я как специалист объясняю, что есть сферы, в которых вы не можете никаким другим способом установить контроль, кроме как взять это действительно под полный контроль собственника государства. Государство-собственник. Но есть сферы, при которых все можно взять под полный контроль и при этом вовсе не брать в госсобственность. И причем на самом деле это вступает в полную противоречие с массовым представлением. Массовое представление, что именно недропользование нужно полностью взять в госсобственность. А я как специалист утверждаю, что национальное сильное государство может частного недропользователя взять в такие ежовые рукавицы через требования, условия. Как регулятор. Да, как регулятор. Я аж напрягся, когда вы сказали про национализацию. И вот сейчас у меня слегка отпустило. Мы просто сейчас должны уйти на новости. Я очень сожалею. Юрий Ильич, мы продолжим эту очень важную тему. Специально подчеркиваю. Да, да. Именно в недропользовании как раз можно взять такие... 19 часов 31 минута. Юрий Болдарев сегодня в реальном времени на Финам.фм. Звоните, пишите. Продолжаем. Мы на самом деле обменялись определенными любезностями за эфиром, но тем не менее. Мы остановились на том, что вы говорите. Государство это регулятор. Нет, иначе. Государство имеет базовые... Потому что я сейчас тогда под либерализм вас подведу. Нет, нет. Государство имеет базовые функции. Так. И государство имеет в руках инструменты экономической и социальной политики. Согласен. И государство должно использовать те инструменты, которые в этом месте и в это время приводят к результату. Без всяких измов и идеологии. Например, если у вас есть закрытый рынок и нет никакого другого способа получить прибыль, кроме как сделать качественный самолет и действия инкурирующих компаний, производящих самолеты, у вас нет ни малейшей необходимости национализировать авиастроение. А если у вас открытый рынок и авиастроение стратегическая отрасль, и мы знаем, что стратегическому конкуренту выгодно купить пермские моторы для того, чтобы просто прекратить производство на нем авиадвигателей, то выясняет, что государство на определенном этапе просто дешевле взять авиастроение под свой контроль через собственность, наладить, а дальше в зависимости от развития всей мировой ситуации и глобальных рынков решать, в какую сторону двигаться. Только, упаси Господь, не сравнивайте мою действие с тем, с той вульгаризацией, которую делают они сейчас, когда вместо того, что производят наши ила и ту, они вместо этого делают вульгаризацию суперджет, в рамках которого 80% комплектующих иностранные, и поэтому падение рубля к доллару, которое якобы должно привести к повышению конкурентоспособности, а, не ведет к повышению конкурентоспособности суперджет, 80% комплектующих чужие, б, ведет к невозможности для наших компаний его закупать. То есть разделите ту идею, которую я изложил для понимания, и ту вульгарную практику, которую реализовывать сегодня. Но еще раз подчеркну, я не против частной собственности. Я вчера выступал на съезде партий дела. Слышали, может, что такое? Сейчас очень много партий. Я так отлежу. Почему я туда пришел в качестве гостя, да? Почему я готов их со стороны поддержать? Потому что это попытка объединения... Это не Россельмаш там лидер? В том числе, да. Вот я понял. Не бизнеса как финансовых манипуляций, как делишек, а дело по Генри Форду. То есть дело как созидание. И мне пришлось людям прямо говорить, как я понимаю ситуацию, что, уважаемые коллеги, проблема заключается в том, что партия бизнеса, ну, созидательного бизнеса, да, она ведь не может создавать, как партия, противостоящая труду. Фундаментальные противоречия-то у вас не с трудом. У вас фундаментальные противоречия с компрадорским, финансово-спекулятивным капиталом. У вас интересы фундаментальные противоречат их интересам. Вы спросили про Россельмаш. Я поясню, что я имею в виду, когда говорю про государство как регулятор, который может и должен. Вот тот же этот лидер Россельмаша, он чем интересен? Может быть, вам стоит его пригласить сюда? Он был у меня, я его знаю. Да, он чем интересен? Нельзя говорить, что наши не умеют, наши не знают. Вот у человека есть заводы в Ростове, есть заводы в Канаде. И он просто сравнивает, вот условия там, вот условия здесь, вот условия кредитные, вот условия налоговые, вот условия лизинговые. Вот мы и подступаем. Не надо создавать государство как хозяйствующий субъект. Достаточно государства-регулятора. Вот смотрите, я вас могу даже обвинить в определенной степени в романтизме. Вот вы, когда привели пример авиастроения, тут же сказали, не сопоставляет, стой, практика, как это реализуется нынче. Но это всегда будет сопрягаться и коррелировать, потому что это государство, да, вот конкретно, да, любое государство, это конкретные люди, да, это бюрократия. И они управляют. Я не хочу, чтобы государство, знак равенства, бюрократия управляла экономикой. Понятно. Значит, наши с вами небольшие... Либо они действительно сдадут вот все в стране. Да, наши с вами небольшие разногласия, несущественные на самом деле, связаны немножко разной картиной мира. Так. Дело в том, что та картина мира, которую вы описываете, она была абсолютно адекватна, если бы существовало на территории России 89 независимых самостоятельных русских республик, в которых проводилась бы разная экономическая политика, какие-то были бы более стремящиеся к национализации, какие-то более либеральные. Мы с вами могли бы выбирать, переезжать из Пермской республики в Волгоградскую и так далее, и так далее. Как-то почти близко к тому, как после умиротворения Европы можно перебраться из Бельгии в Голландию, из Голландии во Францию и выбирать, где условия лучше. А если налогообложение не устраивает, вы перебегаете со своими миллионами из Франции в Бельгию, да? У нас не та ситуация. С российской подводной лодки не сбежишь. А-а-а... Если бы Россия была подводной лодкой, она бы сейчас стремительно развивалась. Россия, в среднем, больше похожа на баржу, выброшенную на берег, груженную золотом, и в которой брошен клич. Хватай золото, кто сколько сможет, и беги. Мы не в одной подводной лодке, в которой можно нести другому непереносимый ущерб. И никто в одиночку не выберется. Если бы было так, было бы хорошо, мы бы развивались. И вина в этом как раз государство, которое влезло за последние годы в каждую бочку. Мы виноваты. Дело в том, что влезло не государство. Если вы создаете механизм бесконтрольной и безнаказанной власти, то даже если в момент создания там был бы такой хороший человек, как вы, будьте уверены, вас уберут. Придут другие, растолкают локтями те, кто точно знает, для чего им нужно это место бесконтрольное и безнаказанное. Иллюзия представляет себе так, что раз наша государство такое нехорошее и бюрократическое, то нужно как можно быстрее отнимать, у него как можно больше функций, и тогда все расцветет. Уверяю вас, иллюзия. Как бы вы ни пытались не ограничить национальным контролем, общественным контролем и наказуемостью власть, а как бы вы ни пытались просто ограничить ее функции, вот пусть она такое плохое будет, но только меньше вмешивается в экономику, я вас уверяю, оно всегда найдет исчерпывающее количество возможностей вас раздеть, разуть до нитки. Значит, должна быть система сдержек и противовеса. То есть представление о том, что уменьшить количество функций государства это путь к улучшению экономической ситуации, это ложный путь. Единственный путь это... Но для меня и усиление государства, Юрий Юрьевич, это ложный путь. Вот я имею конкретный пример, 12 лет, да, вот назовите это суверенной демократией, назовите это, я не знаю, суверенную вертикалью, как они там еще называли себя, да, за эти 12 лет, как угодно они себя. Вот они до чего довели сейчас ситуацию. Самолет они не могут строить, пароходы они строить не могут и так далее и тому подобное. Потому что, вот я вам приду пример такой же... И нефть не могут добыть без иностранного участия. Значит, вот то, о чем вы говорите, это не усиление государства, это разложение государства. Под прикрытием усиления все эти годы происходило разложение государства. Я вам приду пример вот такой же дискретации идеи. Хорошая идея, может быть, с тех, у кого слишком много, брать больше. До чего дошли в Угличе, в Углическом районе? Там берут целый процент собственности, если ее стоимость превышает 600 тысяч рублей. Вы представляете, как взвыли люди, владеющие обычными двухкомнатными квартирами? Это решение муниципалитета? Да, они оказали супер... Ну, там сейчас просто выборы были, соответственно, листовки и так далее. Обычные люди с двухкомнатной квартиркой, да еще и с потекающим потолком, оказались супербогачами, якобы. Это вот такая же дискретация идеи, чтобы никому не повадно было говорить о прогрессивной шкале и так далее. Точно так же и здесь. Под прикрытием идей, якобы, усиления государства, на самом деле, государство все эти годы разваливалось. Раслевалось, разваливалось. Потому что сильное государство не есть сила неподконтрольной безнаказанной власти. Если власть безнаказанна, она у нас просто юридически безнаказанна. Ни о каком сильном государстве, связанном с общенациональным целеполаганием, вообще невозможно говорить. На самом деле, я, наверное, с вами соглашусь, потому что наши позиции не так уж сильно и расходятся. Просто мы смотрим, ну, образно говоря, с разных колоколей на одну и ту же ситуацию. Мне представляется, что вот они за 12 лет уже натворили такого. Опять я соглашусь, они прикрываются вот этим жупелом государственности. Ведь 12 лет они только это и произносят. Я рискну использовать запрещенный прием. Я до начала передачи узнал, сколько вам лет. Вы, как младший товарищ, обязаны прислушаться ко мне, как к старшему. Я помню высказывание у Инстана Черчилля. Если ты молодой, не либерал, а если ты в старости не консерватор, то и дальше я не буду продолжать этот цитат. Хорошо. Каким видится выход из этой ситуации? Опять-таки, понимаю, это реальная ситуация в реальной стране и с реальными людьми. Хорошо известно. Выхода только два. Что называется, если прилетят марсиане. Это я уже слышал как-то, да? Значит, на самом деле, действительно, выход только два. Первый. Если нас прижмет... Беда в том, что нас медленно прижимают. Нас так медленно прижимают, а границы открыты, и всякие имеют возможность приспособиться или уехать. И поэтому нет консолидации желания сделать по-иному. Действенной консолидации. Тем не менее, выход только два. Либо это действенная консолидация общества, которое начинает навязывать власти свои правила каким-то образом, либо альтернатива, если мы говорим о созидательной альтернативе. Власть вдруг осознает, что ей деваться некуда, что ее ждет судьба Каддафи, и что она, хочешь не хочешь, в одной лодке с народом. Вот только два варианта. Все остальные варианты мне представляются, в конечном счете, существенно более деструктивными, ведущими к разрушению цивилизации, к разрушению страны. А на ваш взгляд, власть-то понимает? Ну, если бы она понимала... Вот, по-моему, все шаги власти говорят об обратном. Ну, вот еще раз. Мне-то 52 года. Я ведь очень не оптимист. И я тоже. Я должен, отвечая на ваш вопрос, вроде как говорить, какие есть варианты, ура, вперед, завтра будет лучше, чем вчера. Не будет. Про себя-то я понимаю, что шансов у нас настолько ничтожно мало. У нас шансов очень и очень мало. Ну, то есть нам подписан приговор. Или мы его сами себе подписали. Единственное, что дает надежду, это что для полного уничтожения России, с учетом даже неиспользуемого, но все еще хранящегося ракетно-ядреного потенциала, для вот ее полного уничтожения, нужно какое-то время. А ну, как за это время что-то... Вот трава уж прорастает через асфальт. А ну, как за это время новое поколение немножко поднимет голову. А ну, как за это время, может быть, во власти какой-то человек вдруг осознает, что его ждет судьба Каддафи. Не знаю, откуда может прорасти трава. Я бы сказал так, вот когда-то мне друг... Но может и не прорасти. Когда-то, когда я работал в счетной палате, мне мой друг подарил такую статуэтку, бденовец такой, с нахмуренным лицом, с винтовкой. И он назвал так, что, мол, это ты, последний часовой амбар. В том смысле, что я стою и жду, когда подойдут наши, и при этом не знаю, откуда они возьмутся и кто это будет. Я уже давно не у амбара, но вот это ощущение, что делай, что можешь, а что будет, не знаешь. Единственное, что я твердо знаю, что даже вот выступая сейчас у вас, я точно знаю, на что я работаю. Какие эмоции я хочу вызвать у людей, интерес к чему хочу вызвать у людей. Кстати, я смотрю, скоро передача закончится. Мы с вами хотели коснуться еще вопроса дыр в Конституции, которые обнажились при вступлении в итоге. То есть я хочу вызвать у людей интерес к тому, о чем редко говорят, к сожалению. Слышат аудиторию? Ну, разные по-разному. Скажем, недавно у меня была лекция МГИМО. Вот она в сети выложена. Вроде контакт нашел с ребятами, хотя, в общем, МГИМО самый такой. Молодыми людьми, да. В ближайшее время собираюсь в логово либерализма. 17-го числа буду выступать. Не вышли ли школы экономики? Ну, я буду выступать у Исакова. Он там как бы сам, внутренняя оппозиция. Да. Ну, с его магистрантами, да. В Питер поеду сейчас, 9-го числа, буду представлять свою книгу в Питере. Вы либералов презираете? Нет, поймите правильно. Я ведь... Что такое либералов? Я их называл фульгарные либералы. Тех, кого, может быть, вы имеете в виду. Я человек достаточно либеральный с точки зрения того, что дайте мне свободу. И я вашу свободу тоже уважаю. Но при этом я признаю... У меня третье незаконченное образование – психфак. Я признаю человека существом социальным и не чисто материальным, а материально-духовным. И нет ничего выше для человека, чем чувство локтя товарища, чем счастье от работы в коллективе, чем счастье чувствовать себя вместе с другими и заодно с другими. 19.47. Реальное время. Финам.ФМ. Здесь Юрий Болдырев. Эту часть мы традиционно проводим в интерактивном режиме. Напомню, телефон 65 1099, 6, код Москвы 495 для звонков. Финам.ФМ. Наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет прямая веб-трансляция. Юрий Юрьевич, ну я хочу, чтобы вы мысль закончили. То есть для вас человек не социально-духовное существо, не только материальный потребитель? Вот в чем вы с либералами расходитесь? Ну или с теми людьми, скажем так, которые себя назвали либералами? Сразу однозначно. Я расхожусь с теми, кто оказался просто элементарно предателем Родины. Вот четко и ясно. Но там измах нету. Это предатели. Там нету. Там, где за свободу, при безусловной ценности, суверенитета своей страны, можно продолжать спорить. Но там, где говорится, что, а может быть, суверенитет не такая большая ценность. Может быть, все-таки, вот если бы там, как будто нам изовне кто-то насадит здесь в наших интересах порядок лучше. Вот здесь расхождение фундаментальное. Я исхожу из того, что своим детям, своим внукам мы должны оставить свободу рук в выборе, как им строить свою жизнь, не по указке из Вашингтона или Пекина. Согласен. И у России есть такие возможности. Вот в этом расхождение. Все. А дальше действительно, если мы солидарны вот на этой позиции, мы дальше можем продолжать спор уже детализируя этот процесс. А дальше спор будет носить характер уже оттачивания конкретного решения, целесообразного в конкретной ситуации. Не как идеология, а как адекватно использовать тех или иных инструментов социально-экономической политики. Два примера. Швеция-социализм и Франция-социализм. В Швеции все сплошь частная собственность. Во Франции... Ой, наоборот. Да, да. В Швеции сплошь частная собственность. А во Франции там чуть ли не половина государственной собственности. Извне разницы вы не увидите. Потому что капитализм в современном понимании, созидательный, это не общественное устройство. Это экономическое устройство. Это ваше право и мое право рискнуть своими деньгами и созидать ими. Отрицать это абсурдно и бессмысленно. Но при этом социализм, как право общества, оградить ваше и мое право, извлечь прибыль за счет нанесения вреда обществу. Все четко и ясно. Юрий Болдарев, Реальное Время. Добрый вечер в эфире. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Меня зовут Юля. Да, Юля. Я хочу сказать, что мне очень нравится гость. Очень умный и понятный мне человек. Главное, что я для себя поняла наконец тему ВТО. Долго шли разговоры о том, для чего нам нужно было вступать. Какие плюсы и минусы. Ни с чьих разговоров я не могла понять, что именно для России это. Сейчас послушав, я наконец-то поняла. Еще к вопросу о том, кто у нас в власти. Хорошие или плохие. Мне кажется, что у нас, безусловно, мясники у власти. И они мещане. Но при этом у них есть потрясающая возможность прислушаться, вот как раньше к советникам прислушивались цари. У них есть возможность прислушаться к героям таких фотографов и понять, что они делают. Да, спасибо, Юля. Спасибо большое. Если можно, я тогда два тезиса. Нет, не снимайте. А, не снимай, да. Два тезиса. Первый. Вы сейчас покривитесь, но я очень рекомендую... Сейчас я постараюсь не покривиться. Я очень рекомендую сделать такой эксперимент. Погуглить. Посмотреть, как наше средство массовой информации описывали в пресс-конференцию Лукашенко. Как они описывали. В каких тонах, что он сказал. А затем выбрать три часа и набрать напрямую и прослушать сначала до конца. Неважно, либерального взгляда, социальный, коммунистический. Я голову даю на течение. Произведет впечатление. Это первое. Не идеализирую человека. Заметьте, я не покривился. Просто обращаю на то, насколько диссонанс между тем, как подавалось, и что на самом деле. Каждый обратит внимание. И второе. Вот уважаемый наш случай сказал, что она уже поняла. Я боюсь, что она даже не догадывается о самом главном. Самый главный принцип простой. Предложен во всем, что я говорил в итоге, я ошибаюсь. Я могу ошибаться, как любой человек. Но есть вещи фундаментальные. Вот это самая свобода. Я исхожу из того, что если по Конституции есть предмет ведения Российской Федерации, мы можем с вами на год, на два, на три отказаться от них. Но мы не имеем права лишать своих детей и внуков права использовать эти инструменты экономической и социальной политики для развития своей страны. Это к вопросу о дырах в Конституции. Это к вопросу о ВТО. Потому что вход в ВТО бесплатный, а выход платный. Вот мы с вами не хотим сейчас установить заградительные пошли на ввоз иностранных самолетов и тем самым создавать внутренний рынок производства самолетов. А наши дети, допустим, захотят. И что случится? А выяснить, что они не могут это сделать, потому что суд ВТО будет рассматривать принимаемый у нас закон на предмет целесообразности. Если он установит, что это нецелесообразно, мы должны будем платить компенсации. А если Россия, наши дети и внуки захотят выйти из ВТО, они должны будут компенсировать Боинг, Горбас Индастрии и так далее все издержки, которые они понесут от нашего выхода из ВТО. Вот такие вещи называются сдача суверенитета страны. У нас просто время ограничено. Я бы с вами, конечно, поспорил, но предпочитаю отдать пальму первенству нашим слушателям. Еще раз подчеркиваю, может быть сейчас это хорошо, а дети и внуки могут захотеть думать иначе. Принцип демократии. Следующая власть должна иметь возможность исправить ошибки предыдущей. Не должны мы принимать такие решения на многие десятки лет вперед, связывающие руки нашим детям. Добрый вечер, как вас зовут, Аля? Добрый вечер, Вадим меня зовут. Хочу тоже поблагодарить за очень интересного, компетентного гостя. Вопрос у меня, господин, был такой. Ну, вот к выступлению ВТО и тонкому намеку о получателе и серебряниках, я просто хочу спросить. Вот сто лет назад умный человек один написал, что крупный капитал всегда имеет возможность подкупить элиту любой формально независимой страны, для того, чтобы уничтожить на территории этой страны конкурента. И мне для кого уже не секрет, что вся наша элита покупает активы, выводит капиталы на новую родину свою. Вот как так получилось, что спустя 20 лет реформы оказались в такой 100 лет назад давности ситуации? Это вот невежество тех, кто эти 20 лет проводил реформы, это какая-то сознательная политика, как на ваш взгляд? Спасибо. Первое. Ну, Перкинса из «Поэтикономического убийца», наверное, много вы уже слышали. Я считаю, что эту книгу надо преподавать в университетах. «Картен», когда корпорации правят миром, менее известен, на русский язык переведен. Вот это наведу вместе с Фридманом, чтобы все преподавалось. Да, 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 и то, и другое. Вот тогда так. Пожалуйста, Фридмана, Хайка, Ятоль. «Поэтикономическое стимулирование», чтобы мы с вами могли рисковать своими деньгами. Но точно так же нельзя отрицать социальность, которая зашкалила в Советском Союзе, как стремление оградиться от вашей возможности подкупить других вот здесь, в студии, если мы договоримся о чем-то голосовать. Вот мы договоримся о чем-то голосовать, там, пять человек, да? Я согласен, договаривайтесь, как хотите. Но я против одного, чтобы вы имели такую экономическую власть, чтобы вы могли остальных просто подкупить. Это же объективная проблема. Попытка вывести ее из ключевых вопросов демократии ведет к тому, что вместо демократии получается то, что у нас. У нас служит все, что угодно, сколько лет кого избирать и так далее, кроме ключевых фундаментальных вопросов. Механизм финансирования избирательных компаний, в чьих руках средства массовой информации. Это не социалистический подход. Это классический антимонопольный подход. Я согласен. Если у нас с вами есть задача, чтобы общество было свободой выбора, мы должны общество и каждого члена защитить от монопольного воздействия. К концу программы мы выяснили, что на самом деле стоим на одних и тех же позициях, потому что я виню нынешнюю власть в главном, не в единственном, но в главном, в том, что они отняли у нас право выбирать. В политике, в экономике, в любой сфере. Потому что они себя возомнили людьми, которые знают все. А так не бывает. А я добавлю к этому еще одну вещь. На подводной лодке вы привели такой образ. Возможна ситуация, когда капитан даст в морду, скажет связать его, чтобы сидел тихо, я беру ответственность на себя, и вытаскивает всех. А может, он ошибется. Но ясно, что его побудительный мотив вытащит всех, а ради этого он зажимает этот момент, в том числе и, условно скажем, подводную демократию. Я обвиню нашу власть не только в том, в чем вы, но и в том, что она это сделала не ради спасения нас с вами, а ради своего личного благополучия. Это страшно, на самом деле. Это страшно. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире. Как вас зовут? Да, здравствуйте. Георгий меня зовут. Да, Георгий. У меня как бы реплика и вопрос. Если можно, иконечно. Да, реплика. Всю сегодняшнюю передачу, по-моему, надо распечатывать и клеить на каждом подъезде. Через час уже будет звук, через два видео завтра до обеда будет текст. Так что сможете это сделать. Вопрос как на каждом подъезде. И вопрос вот в чем. Скажите, пожалуйста, Юрию Болуеву вопрос. Вот говорили, что шансов у нас достаточно мало. А на что у нас шансов много? Отличный вопрос. Спасибо. Спасибо. Вопрос. Беда заключается в том, что всякие заклинания типа России всегда поднималась и так далее, они бесплодны, они убаюкающие. Была великая цивилизация ассирийская. Отдельные ассирийцы остались, ботинки чистят в киосках, а ассирийской цивилизации нет. Они, может быть, тоже убаюкивались тем, что вот они всегда поднимались. Нам никто не гарантирует, что мы как цивилизация, как сообщество, и каждый из нас отдельно сохранимся. Значит, жизнь устроена так, за жизнь надо бороться. Я не призываю сейчас выходить, наклеивать на весна. Я призываю думать. Я призываю искать созидательные пути борьбы. Я призываю... У меня нет в руках готового рецепта. Я не являюсь сейчас вождем революции или мирного протеста или еще чего-то. Я могу... Я имею за плечом, за спиной такой груз, в том числе и предательств, близких мне людей, что я далек от того, чтобы выдать быстрые рецепты. Самое подлое, что может быть, с чем связан человек, да. Но я говорю о чем? О том, что если не получилось у меня, если не получилось у нашего поколения, это не значит, что не получится у следующего поколения. А мы должны сделать все для того, чтобы дать силы, в том числе интеллектуальные силы и моральные силы, в следующем, кто будет после нас. Право выбора. Вот то самое главное, что должно быть сохранено. Право выбора и осознание ответственности за свой выбор. Воспользуются выбором, да? Не воспользуются? Как говорят в таких случаях, Господь судья. Трава прорастает через асфальт. Ильич, мне было крайне приятно с вами провести этот час. Спасибо вам огромное. Я искренне надеюсь, что это была наша первая встреча, но далеко не последняя. Если вы не против, я вас буду периодически приглашать. Спасибо вам. И будем обсуждать серьезные сложные вопросы. Спасибо вам с удовольствием. Это тем более напротив Плеханов, который защищал диссертацию в свое время. Вот так видите. Мир, на самом деле, не такой уж и велик, как кажется со стороны. Юрий Болдырев сегодня был в реальном времени на Финам-ФМ. Спасибо всем, кто этот час провел вместе с нами. Сейчас будет краткий выпуск новостей. Затем аналитическая программа «Итоги дня». Сегодня я выбрал четыре темы. Они все очень актуальны.